Сегодняшний наш гость, политехнолог Андрей Пателицын. Добрый день, Андрей Сергеевич. Добрый. Ну, погода радует нас теплыми деньками, да? Сразу видно, как бы прошла зима, снег сошел. Во что превратились парки и скверы, построенные вот буквально накануне, недавно. В последние, скажем так, годы богоустройства. Как вы можете их проинтересовать? Я знаю, что вы подробно занимались темой Кашкадана, знаменитой Лиственницей и другими парками. Что вы можете сказать на эту тему? Ну, я уже неоднократно говорил, что утверждаюсь все больше и больше в своем представлении, что вот это благоустройство, вот слово «благо», вообще должно быть главным. Это превратилось, и, видимо, сразу было задумано, как основной способ распила бюджета. То есть, насколько я понимаю, дорогой Радий Фаритович, очень хорошо постиг эту науку в Подмосковье. Губернатор Воробьев раньше него придумал. Эту штуку, и очень обширно ее практиковал там у себя, в Подмосковье. Радий Фаритович постиг эти технологии, значит, там, в Подмосковье, в Красногорске, и привез их нам сюда. Тут дело в том, что такой питательной средой вот этой всей коррупции на благоустройстве является уникальность проектов. То есть, одно дело, ну, вот, условно говоря, если вы вдруг захотите украсть деньги на покупки, там, не знаю, там, карандашей или туалетной бумаги, то это сделать очень сложно, потому что это простые, понятные вещи, и цены очень хорошо сравниваются. То есть, завысить цену сложно. А парк, знаете ли, он уникален, да? Здесь такой ландшафт, тут такой ландшафт, тут столько водоотведения, тут столько водоотведения и прочее, прочее. И вот последний случай с вот этой провалившейся дорогой, которая буквально на днях случилась, да, вот асфальт там ушел где-то, значит, в микрорайоне яркий, да, просто его размыло, и он ушел, провалился там, значит, волной. И прочее, это говорит о том, что, ну, как я предполагаю, как не строитель, но человек, интересующийся тем, что не было, например, полностью исключена была система ирригации вот этого участка, да, то есть, не было сделано ливневой канализации, не было сделано водоотведение, и, соответственно, пришла весна, размылся грунт, все это дело провалилось, вот. То есть, это та самая технология, как на этом всем крадутся деньги. То есть, закладывается все по максимуму, а делается все по минимуму. То есть, ну, плюс манипуляция с материалами, с, значит, исполнителями, потому что квалификация исполнителя, она, ну, прямо как бы влияет на стоимость работника, да, то есть, одно дело там какие-то гастарбайтеры с молотками, другое дело квалифицированные рабочие, естественно, на этом тоже экономится. То есть, вот, если в целом характеризовать эту историю с благоустройством, это гигантская, огромная афера, это похищение миллиардов бюджетных денег, которые делаются, причем с, как бы, с таким, ну, лозунгом о том, что мы же вас вот тут облагодетельствуем, мы вам строим набережные, парки, там, прочее, прочее, прочее. То есть, Хабиров приезжает в республику и внезапно обнаруживает, что республика вообще не благоустроена, из рук вон плохо благоустроена, нужно срочно, то есть, все силы нужно бросить на это. И вот миллиарды уже четвертый год утекают ежегодно в это все, да, посмотрите парк Первомайский, посмотрите этот Кашкадан, посмотрите парк в Деме. Ну, то есть, в принципе, наверное, все без исключения парки сделаны именно вот в таком вот ключе. То есть, чудовищные недоделки, манипуляция материалами, а самое главное, абсолютное безмолвие заказчика. То есть, заказчик не предъявляет претензии исполнительного. Не, погодите, сегодня мы ряда читалось о том, что в микроне яркий подрядчик начал восстанавливать самую дорогу. Ну, потому что, извините, тут уже совсем провалилось, то есть, тут придется делать, кто-то должен делать. Вот вопрос, за чей счет? То есть, как они будут? Вот дорога Бирск-Тастуб-Исадка, которая, помните, знаменитая дорога, когда ее сделали, она тут же треснула так, что в трещину помещался взрослый человек. Так вот, сейчас выделяется еще, значит, по-моему, 250 миллионов, если я не ошибаюсь, на ремонт этой дороги. Из бюджета выделяется. Хотя дорога точно на гарантии. Ну, то есть, вот, понимаете, отношение между заказчик-исполнитель. Если между ними нет никаких интимных отношений, если они не попилили там разные шапки, накидки и прочие, значит, штуки, да, то тогда у них должны быть отношения очень понятные. Если ты сделал неправильно, переделывай. Ну, получается, здесь прокуратура должна подключаться, если что-то делается за счет бюджета. Мне сложно судить, кто может остановить вот эту всю вакханалию, то есть, и с дорогами, и с благоустройством вот этим. То есть, ну, суть по всему, конечно же, внутри башкирской власти механизмов, которые могут остановить это, все не существует. То есть, они уже окончательно под гору покатились. И, ну, может быть, какие-то федеральные силовики, может быть, еще кто-то может это сделать. То есть, население, в принципе, безмолвствует, ему все равно, люди наши не ассоциируют эти расходы с собственными налогами, то есть, никто не понимает, что это все безобразие построено на их деньги. Люди, к сожалению, пока этого еще не понимают, но, может быть, какие-то силовые структуры, может быть, действительно федералы заинтересуются. Но сейчас сложный момент в том смысле, что, так как вода уже стоит прямо у борта, раскачивать лодку, как бы сейчас считается небезопасно, да? То есть, менять губернаторов, вмешиваться в их там хозяйственную деятельность, арестовывать каких-нибудь министров, сейчас уже становится все более опасно, потому что, ну, иначе можно выйти на самих себя. Так все-таки с лиственницей что в Кашкадане? Нет, я полагаю, что нужна экспертиза. То есть, я не эксперт в плане древесины, это мое субъективное осуждение, но вообще, судя по тому, что пишут в литературе и то, что говорят люди, которые работали с этими материалами, ну, вот такого происходить не должно. То есть, то, что сейчас происходит с этой древесиной. Меньше года, ну, помните, да, мы трижды торжественно открывали Кашкадан, вот, и меньше года прошло, и вот в таком состоянии это все находится. Ну, то есть, нужна экспертиза, независимая экспертиза, которая... Ну, я напомню, что речь идет о настиле деревянном в парке Кашкадан, который якобы со слов подрядчика выполнен из лиственницы. Вообще, кроме слов подрядчика, есть где-то документы вообще лежат? Ну, мы не видим документов контракта, потому что они прикрываются коммерческой тайной. Ну, то есть, это же коммерческое предприятие производило работы. Наверное, есть документы конкурса, да. То есть, там, конечно, это все прописывается самым подробным образом. То есть, здесь уйти нельзя. Из каких сортов дерева построена та или иная конструкция, здесь это все обязательно прописывается в конкурсе. И, судя по всему, там действительно указана вот эта лиственница. Вообще, большие вопросы вызывают, почему такое количество открытого дерева используется вот в нашем климатическом поясе, да. То есть, это же не только Кашкадан. Это и в других городах всякие набережные и прочие увеселительные территории, они вот именно в этой технологии сработаны. То есть, большие сомнения вызывают целесообразность Башкирии использовать вот таким образом дерево. То есть, ну, дождь, снег, промерзание, то есть, вода разрывает, значит, все эти штуки и прочее. То есть, где там треснули все доски, 100% досок там потрескалось. То есть, вот ни одной нету без трещины. Соответственно, еще один сезон, второй сезон, и что там будет? Там будет труха эта, на месте этих всех вещей. Ну, кроме всего прочего, это еще и небезопасно. Ну, будет еще один повод затеять еще один ремонт. Ну, да, нет, это как плитка на Ленина. То есть, как только они доложили плитку до конца Ленина, они тут же начинают снова ее перекладывать. То есть, это бесконечно как окраска золотого моста в Сан-Франциско, то же самое и здесь. Нет, конечно, масштабы не собянинские, но модель та же. Модель та же. Сейчас они вот выкладывают... Была нормальная плитка вдоль гостиницы Агидель, вчера я специально посмотрел. Сейчас ее сняли, и снова улыбчивые, загорелые, курчавые парни выкладывают эту плитку заново. Так, уфа, похорошего при Ратмире? При Ратмире Рафиловича, безусловно, да. Хорошо. А что, кстати, с водой в Кашкадане? Вам удалось выяснить, почему внезапно озеро обмелево? Ну, по словам мэрии, это же природный водоем. Так бывает. Там же водопровод проложен для пополнения. Надо понять и простить. А Ратмире Рафилович рассказывал про 30 тысяч грузовиков, которые вывезли ил из этого озера. Ну, судя по всему, что-то пошло не так. То есть, наполнение озера, может быть, они сейчас планируют, когда окончательно растает лед и все это исчезнет. Я не знаю, но сейчас, конечно, уровень воды упал, по моим расчетам, пожалуй, метра на три. То есть, от уровня прошлого года, потому что там прямо ушло. Обращать внимание на то, что пирсы не огорожены, вообще не имеют огорожения. Это вообще ужас. Так ведь парк не слездали. Неужели, когда принимали, не видели, что... Нет, это ужас. Такого, в принципе, быть не может. Я вот, когда в прошлый раз там был, буквально вот на днях, ну, там маленькие дети бегают, а там высота, с которой можно упасть, ну, больше трех метров. Ну, то есть, падение ребенка там на землю, на лед или куда-то, то есть, однозначно даст травму. А там вот это вот слегка обледеневшие, значит, деревяшки там мокрые и прочее, то есть, это все вот этот вот самый пирс, и там нет никаких ограждений. То есть, как такое могло быть? То есть, я не верю, чтобы такая конструкция была заложена, ну, вот, в проектную документацию. То есть, безусловно, там точно должны быть ограждения, потому что там скамейки на этих пирсах, естественно, дети, естественно, еще что-то там, не дай бог, коляска покатится, что-то, но смотреть страшно на это, и они такие высокие вообще прямо. А вообще кто-то вот в мэрии уже подавал как бы жалобу или, может быть, еще заказчику, что, смотрите, эти парки в каком состоянии, и они требуют срочного ремонта прямо сейчас? Не знаю. Дело в том, что чаще всего исполнители подобных контрактов там через год-полтора уже найти невозможно. Ну, то есть, так это устроена вся сфера, чтобы, ну, потом никак не отвечать. То есть, либо фирма там закрывается, куда-то исчезает, либо там, ну, банкротится, например, или просто не имеет никаких средств на счетах и прочее. То есть, ну, то есть, активно и эффективно привлечь их к каким-то затратам дополнительным, там, по ремонту и восстановлению, ну, не представляется возможным. Сразу вспоминается один поставщик елок новогодних. Да-да-да. Примерно такая же ситуация. Там та же схема, да, вот этот вот Клир Руслайт, который из Красногорска, вот эта фирма-поставщик этих пиксельных елок. Ну, все, ну, что с них сейчас возьмешь? Между тем, в Уфе идет третья неделя судебного процесса над политикой Лилии Чанышевой. Она внесет на Россию мониторингом в реестр террористов и экстремистов. Вот эту безумную фразу мы должны, к сожалению, проговаривать. Между тем, судья Кировского райсуда Уфы Азамат Бекчурин, который ведет дело у Чанышевой и который отказывал в своем отводе, он внезапно получил назначение и стал председателем Уфимского районного суда. Как вы думаете, это как-то между собой все связано? То есть, человек пошел на повышение внезапно, во время процесса. И, по идее, он сейчас, получается, что он должен сейчас выйти из процесса? Ну, почему? Он, будучи председателем суда, остается судьей? То есть, он председателем суда в Уфимском районе, а в Кировском он рядовой судья, получается? Ну, не знаю, какая тут юридическая схема, но как судья он вправе продолжать процесс. То есть, статус судьи за ним сохранен, он находится в процессе. Я думаю, что он продолжит это дело. А это повышение, наверное, может быть, какой-то стимулирующий фактор для него, чтобы он, как говорится, все правильно делал, как надо и как положено. Я думаю, что это одно другого не исключает совершенно. Ну, то есть, он сейчас не выйдет из процесса, потому что назначение нового судья это повлечет увеличение по времени. Ну, конечно, но другой судья, он должен как минимум вникнуть в процесс, то есть, и прочее. Ну, это, я так полагаю, не является, наверное, самой большой проблемой для суда. Надо вникнуть, так вникнет. Я не знаю, правда, насколько юридически это возможно, быть председателем другого районного суда и при этом вести судебный процесс в другом районе, вот, честно, не интересовался. Но я не думаю, что это проблема, то есть, это скорее... Здесь главное то, что он получил существенное повышение. И стимул. Ну, естественно, да, то есть, это же мотивация. А вот этот стимул, о чем он может говорить для Лилии? То есть, ничего хорошего? Ну, обычно раньше награда настигала судью после судебных процессов. То есть, вот то, что было там с Навальным, который тоже внесен в реестр, там всяких террористов, экстремистов и прочее. Ну, то есть, вот все вот эти знаковые суды, которые вызывали много вопросов и всяких пересудов, обычно судья получал, ну, пряник после суда. То есть, по факту уже исполнение своих обязательств и функций. Сейчас вот, ну, нетипично, что в процессе. То есть, как бы довольно странно. Понятно, что для власти судья, ведущий этот процесс, является ключевой фигурой. То есть, он, ну, как бы на него возлагаются определенные надежды. Он должен определенным образом все это дело, значит, отправить, совершить. То есть, не последний человек в этом деле. Соответственно, ну, ну, значит, вот что-то там как-то надо было человеку помочь. А я напомню, что процесс над Леничанышевым, он закрытый по решению председательствующего. Процесс закрыли якобы по письму из Центра Э. Но, как бы, обращайте внимание, то, что обвинения жалуются, то, что адвокаты Чанышевы общаются с прессой. Но нам никаких фактов, по сути-то, не сообщают. Ну, я тоже не слышал ничего существенного, по крайней мере. Вот. Так о чем могут быть жалобы? Не, ну, жаловаться можно на все, что угодно. Адвокат в случае закрытого процесса дает подписку о неразглашении. Ну, это никаких неразглашение. Юридически, да. То есть, ну, это же очень субъективное, значит, такое понятие, что может он рассказывать, что не может. Да, то есть, если, например, он придет на суд, там произойдет какое-то, значит, заседание, обсудятся какие-то вопросы, показания, прочее, прочее, потом он выйдет и скажет журналистам, что сегодня Чанышева была в синей кофте. Вот это как, разглашение или нет? То есть, ну, он же по существу-то ничего не рассказал, но все равно какую-то информацию из зала суда вынес. В принципе, ну, теоретически докопаться можно до чего угодно, да. То есть, вот к вопросу о том, почему жалуются. Ну, и судя по всему, господин Макаренко действительно неудобен, ну, вот этому составу суда и обвинения, которые существуют. Он действительно человек высокой квалификации, он может найти изъяны там в разных ситуациях, в разных процессах и в разных, значит, моментах этого суда. Он, очевидно, не лоялен к вот той цели, которую ставят перед собой суд и обвинения. Соответственно, ну, может быть, поэтому на него и жалуются. То есть, и вот в этом может быть причина. Еще самое интересное, то, что против Чанашева используют показания таких же, как и она, как бы активистов бывшей сетки, бывших, закрытых, ныне ликвидированных по решению суда штабов из других городов. То есть, у них нет внешних свидетелей. Они берут исключительно людей, собственно говоря, тех сторонников Навального. Ну, я понимаю, да. Но все рассыпается прямо во время процесса. Они съезжаются со своих показаний, которые довольно предварительные следствия. Как говорил следователь НКВД, факты упрямая штука, но и мы не лыком шиты. То есть, я вообще полагаю, что все эти показания, подтверждения, опровержения каких-то тезисов, которые выдвигают обвинения в отношении Чанашева, не имеют значения, на самом деле, для решения суда. У меня вот такое ощущение. Ну, то есть, что бы там ни говорилось, в подобных процессах важно создать антураж, что суд шел, следователи доложили, свидетелей опросили и прочее, прочее, прочее. То есть, главное – совершить процессуальную картинку, конструкцию, а потом сказать, все, мы рассмотрели и мы принимаем такое решение. Ну, то есть… Как говорил Покрова Шинский, признание царицы доказательства. Царицы доказательства. Между тем, у нас в медийном поле снова появилась Алла Яковлева, это известная активистка, она, помните, остановила стройку на улице Шатра Уставеля, где ПСК-6 намеревалась построить свечку, но внезапно она оказалась в таком ампуа, она, как мы знаем, у нее мини-ателье, она шьет одежду, и здесь выяснилось, что она начала шить одежду для снайперов, которые находятся в зоне СВО, и мало того, она стала ярым сторонником как бы Владимира Путина. Все это она использует, эти доводы она использует при своей аргументации, что вот помните, когда она ходила недавно, тут органы власти требовало что-то, она сказала, вы, как она сказала, отвлекаете меня от важной государственной затейной. Как мы можем это вот сейчас прокомментировать? Вот, в принципе, Аллу Яковлеву никогда нельзя было упрекнуть о лояльности власти, и мы видели, что власть это и делалось с ней, а здесь внезапно сторонница и поддержит и Путина СВО, прямо вот странно даже. Нет, во-первых, она была всегда лояльна власти, она никогда против власти не выступала, она критиковала ту часть власти, которая не удовлетворяла ее потребностей. Вот, тех текущих потребностей, когда, например, власть отказалась, значит, потворствовать ее требованиям в отношении там застройщика, она тут же вот эту часть власти, то есть, например, мэрию, она объявила, значит, врагом народа, но при этом она нежной любовью пылала и к Хабирову, и к Путину, и ко всем остальным. Тут не надо питать иллюзией то, что, значит, это какое-то было смутьянство и перестало таковым быть. Нет, конечно, она девушка ума не очень глубокого, сложные вещи ей, скорее всего, недоступны, то есть, понимание там сути власти, ее механизмов, там, что вообще на самом-то деле в России власть – это абсолютно единый организм, и тут нету хороших и плохих чиновников, этого, к сожалению, она понять не может. Но то, что многие сейчас начинают пользоваться вот этой вот истерией, которая связана с поддержкой или не поддержкой специальной военной операции, пользоваться в личных целях, пытаясь там выдавать свои интересы за интересы государства и наоборот, то есть, вот видите, я шью, значит, какие-то халаты для снайперов. Кто эти халаты и заказал, насколько они соответствуют там каким-то ГОСТам или нормам Министерства обороны и вообще, правда ли это все, этого никто не знает. Значит, главное об этом громко заявить, что я вот помогаю СВО, да, я там сшила вот халат, смотрите. Но я скептически отношусь к людям, которые, как бы не имея для этого технической подоплеки, внезапно заявляют, что мы тут, значит, настолько серьезно поддерживаем СВО, что отвлечение нас от этого занятия буквально грозит неуспехом на фронтах. Ну, то есть, она примерно так заявляла, что вот смотрите, я сейчас должна шить халаты, а я тут, значит, пришла по государственным делам Белый дом, значит. И тут, как говорится, смотрите, я за себя не отвечаю там и прочее. Это странная фраза была достаточно очень такая высокопарная. Там, да, ну вот особенно этот пафос, то есть, те, кто помогают чему-то, да, я не беру здесь конкретное СВО, те, кто занимаются настоящей благотворительностью, те, кто действительно помогают людям в трудных ситуациях, тем, кто поддерживает там какие-то процессы, те, кто делают это искренне и всерьез, как правило, об этом не кричат. То есть, вот когда человек начинает громко кричать о том, что я тут, значит, благотворитель, помощник, там, способствую и прочее, прочее. Патриот. Да, патриот. И вот тут, вот здесь у меня появляются первые сомнения, так ли это. И зачем этот крик? Зачем об этом громко кричать? Помогаешь? Молодец. Я просто напомню, что в 21-м году водитель ЦПСК-6 Андрей Носков пытался засудить Яу Яковлеву и Лилю Чанышеву, если бы по одному иску шли, но как-то не получилось. Как бы, в принципе, на одной скамейке почти сидели. Нет, на самом деле, в отношении активистов с Шатар-Ставеля тогда дело уже было близко к тому, чтобы взыскать с них и ущерб, который выдвигался. Там что-то безумные миллионы какие-то. Нет, ну там он несколько снизился, но там была довольно серьезная финансовая как бы подоплека, то есть и уже, ну, в принципе, суд бы признал правоту ПСК-6, но тогда в тот момент Носкова попросили, ну, как бы не взыскивать с них деньги, дескать, не давайте не будем нагнетать социальную напряженность. Людям и так тяжело, там вот этот ковид как раз был и прочее, да, то есть, а вы тут их еще собираетесь оштрафовать за это все. И вроде как да, решили, что да, действительно, не будем так делать. Ну, вот сейчас там процесс сходно идет, сейчас же тоже судят сами. Я думаю, что вот в этой ситуации сейчас уже ПСК-6 не будет проявлять такой лояльности и гуманности к этим людям. То есть, все эти судебные издержки, они безусловно с них взыщут. А как бы самое интересное, что на этой неделе издание ПРОФа писало, что ПСК не отказывается, в принципе, от идеи застроить этот участок. То есть, ничего не закрыто. История эта не закрыта, несмотря на то, что там был личных абьюров. Как раз вот на этой неделе мы занимались документами, мы несколько делали сюжетов на эту тему, да, и занимался я документами вот, ну вот, что там происходило, что происходит. Там переделали проект планировки межевания. Этого квартала. Да, этого квартала. Здание передвинули его, то есть, оно будет строиться, но на другом месте. То есть, не на этой площадке. Не на этой площадке, да. Там сейчас распускают слухи, та же Яковлева, что, дескать, они снова будут строить все там же и так далее. Нет, ничего подобного, то есть, я видел документы, что здание будет стоять в другом месте, там четко выверены все расстояния, ну, как бы между соседними зданиями, инсуляция, все вот это, уже это все прошло экспертизу. И более того, городсовет уже утвердил строительство этого дома. А этажность какая будет? Вот. Этажность будет та же. То есть, там чуть ли не под 40 этажей? Нет, там, по-моему, 24, что ли. 24? Да. То есть, нет, 40 там точно нет. Там уменьшится, кстати, площадь самого. Ну, то есть, жилая площадь в этом доме уменьшится существенно, а сейчас, если мне память не изменяет, там на две с лишним тысячи квадратных метров. Ну, то есть, это потери поиска. То есть, да, я на ваш ответ отвечаю, вопрос отвечаю, что, да, действительно, ну, строить они там будут. Это их земля. Они ее купили. Они расселили четыре вот этих барака знаменитых. Помните, мы там тоже снимали ролики вот эти вот. Шатару ставили 70, дробь 7, дробь 3, там дробь 4. Такие жуткие бараки там. Ну, прямо действительно, у меня эти кадры есть. Там наклонные полы, там рушащиеся потолки. И вот эти четыре барака они расселили за свой счет. И вот как бы там будут строить. Так что, ну, я считаю, что это правильно. Потому что, ну, если они... Во-первых, они выполнили функцию мэрии. То есть, расселение ветхого жилья – это функция мэрии и национальный проект. То есть, когда это все перекладывается на застройщика, ну, естественно, он должен получать какую-то компенсацию за это. То есть, если они сто с лишним квартир расселили. Кстати, вот на прошлой неделе состоялся суд, в котором ПСК-6 смогу отстоять свою позицию. Город не смог обязательно, может, даже не хотел снести несколько ветхих домов, бараков в квартале мира, так называемом, в Черняковке. Здесь как бы ему ПСК-6 повезло. Хотя в Рождественском суде ему всегда везет. Вот. А как здесь-то можно это программентировать? В принципе, там огромный квартал строит застройщик, и он отказался по себе расчистить место, что ли? Кто сейчас будет тогда сносить это? Ну, вот эта тема насчет расселения и сноса ветхого жилья, то есть, она вот еще с 2010-2011 года постоянно обсуждается в плане законности и незаконности вот этих процессов. Еще раз, давайте начнем по порядку. Снос и расселение ветхого жилья – это прерогатива государства. То есть, не заставочек. Это должен делать муниципалитет. В идеале картина должна быть следующая. Муниципалитет обнаруживает у себя на территории какое-то количество ветхих домов, аварийных, все. Но делается обследование, экспертиза, составляются, значит, акты и протоколы о том, что, да, дома непригодны для жилья, их нужно сносить. Потом, естественно, выясняется, сколько там живет людей, сколько нужно площади для их переселения. Изыскиваются эти квартиры для них. То есть, это тоже очень сложный процесс. С каждой семьей нужно переговоры провести. То есть, ну, сколько там людей, какую им дадут площадь, согласны, не согласны. То есть, людей тоже нельзя брать подмышку там и вывозить. Это же не предметы, да? То есть, после этого мэрия расселяет вот эти дома, дает людям благоустроенное жилье, сносит вот это все, и у нее получается участок. И вот потом мэрия должна продать этот участок, например, какому-нибудь застройщику. Причем стоимость этого участка должна войти вот, ну, вот это все расселение, вот это все, да? Потому что это действительно стоимость участка. То есть, чтобы его очистить, нужно было истратить вот столько денег. Но на практике выглядит это следующим образом. У мэрии нет денег. То есть, вот там, условно, у них нет миллиарда рублей, чтобы расчистить этот участок. И она начинает искать обходные пути. То есть, она ищет каких-то застройщиков. Тут включаются всякие такие весьма непрозрачные процессы. Значит, с этим застройщиком обсуждается. Вот смотри, надо вот эти вот там 10 домов снести, ты, значит, на это потратишь миллиард. Значит, участок будет стоить там, например, полтора миллиарда. Хорошо, мы тебе его отдаем за 500 миллионов, но ты подписываешь обязательство снести и расселить вот эти. И вот дальше идет процесс. Я не знаю, что там случилось у Носкова вот конкретно в этом случае, почему они отказывались. Но, судя по всему, цифры не сошлись. Ну, то есть, застройщик снесет эти дома только тогда, когда у него будет четкая финансовая мотивация. То есть, он, например, получает участок на сумму дешевле ровно на ту сумму, на которую он затратит, например, на этот снос. Что-то где-то не сошлось. Что-то где-то и так далее. Ну, зная лукавость нашей мэрии, видимо, что-то там в бумажках где-то не состыковалось. То есть, ну, как вот с этими домишками около цирка и прочее, прочее. То есть, ну, или, например, мы сейчас на этой неделе узнали, что два бывших сотрудника мэрии у нас схлопотали. Гигантские сроки схлопотали. Но это же плоть от плоти, это городская власть. Вот они вот такие. То есть, если там сидят люди, которые получают по 10 лет реального срока за свои деяния, это при том, как лояльно наша власть относится к чиновникам, как она их старается там надолго не сажать. Если тут по десятке, значит, выписали, значит, они там натворили что-то совсем чудовищное. Ну, то есть, я вполне допускаю, что в случае с этим расселением в Черниковке что-то там пошло не так в плане, ну, как бы, добросовестного исполнения со стороны мэрии. А как думаете, просто там от Хватулина остались какие-то сообщники еще в мэрии, которые, так скажем, не вошли в объектив процесса? Конечно, остались. Дело в том, что подобные вещи, которые вменяются, ну, и которые уже мы можем называть доказанными в суде, то есть, суд же принял решение, и, соответственно, обвинение подтвердилось. Подобные процессы в структурах, в таких структурах, как администрация крупного города, не могут протекать без огласки для довольно широкого круга лиц. То есть, это, конечно, не сотни людей, но десятки людей вот в ведомстве, в этой, как сказать, части мэрии, которая занималась имуществом и земельными отношениями, конечно, понимали, о чем идет речь. Не исключаю, что кто-то и способствовал этому, потому что есть исполнители, есть эксперты, есть всевозможные комиссии, которые принимают решения, то есть, это всегда не один человек. То есть, господин Тухватуллин и его подельник не могли, условно говоря, своим решением обеспечить исполнение этих злодеяний, которые за ними числятся. То есть, были покровители? Конечно, были покровители, подчиненные, были соучастники, которые тоже в этом всем принимали какое-то участие, в том числе и финансовое, судя по всему. Интересно, а почему они тогда не издали своих покровителей, чтобы скостить себе сроки? Есть, нет, у нас в российском законодательстве есть один абсурд. Если преступление, любое преступление совершается индивидуально или в группе лиц, так вот в группе лиц дают больше. То есть, тупо им невыгодно было говорить, что у нас тут еще мэр, заммэра, еще 10 человек были в доле. То есть, если их будут уже судить группой, то тут им дадут существенно больше. Давайте немножко еще о застройщиках. Владелецкий устроенный веста Дмитрий Комлев по данным коммерсанта обратился в Ленинский районный суд с заявлением о замене срока, а ему дали 10 лет, замене срока заключения на принудительные работы. Уже назначено заседание на 14 апреля. На вашей памяти вообще существует такая практика, что такие большие сроки меняются на принудительные работы? Я не припоминаю, чтобы... Дело в том, что статья тяжелая. Деяния доказаны. Деяния доказаны. Сумма огромная. Компенсировать он эту сумму не смог и не собирается. То есть, как бы это достаточно такое тупиковое судебное решение в том смысле, что тот срок, который человеку прописан судом, ну, как минимум на 50% он должен отбыть. Ну, то есть, до момента, когда он получает право условно-досрочного освобождения, если он там себя примерно ведет и красиво шьет. Чтобы вот такие срока заменялись на принудительные работы, это я вот не припоминаю вообще. То есть, может быть, логично было бы, если бы он там... Ему, по-моему, не 10, по-моему, дали 9. Ну, неважно, если он, например, там... Нет, 10. 10, да? В 19-м году. Да, если он из 10 там отсидит 7, а потом будет ходатайствовать, что вот у него там здоровье подорвано, и дайте мне, пожалуйста, там в колонии-поселении оставшееся время провести, ну, это было бы еще логично. И, например, там колония ходатайствовала, что он такой примерный, там все хорошо делает, и в кружке вышивает, и в хоре поет. То есть, ну, может быть. А так, конечно, это... Если это натягивание совы на глобус, если там есть какая-то как бы юридическая уловка и возможность вот такую вещь провернуть, то я бы предположил, что это попытка его вытащить оттуда. Его же покровителей, которых он, кстати говоря, не сдал, и, ну, тем самым, видимо, сохранил за собой надежду на то, что его будут вытаскивать оттуда. Ну, то, что назначено уже в день заседания, говорит о том, что суд, во-первых, не отказал в осмотрении. Принял, да. То есть, видимо, какие-то аргументы изложенные там, видимо, убедили. Но я тоже вот на своей памяти не могу вспомнить, что... Ну, какое-то чудо чудное, да. Так, может быть, тогда и эти деятели из мэрии тоже съедут по этой же теме? Я вполне допускаю, что они, ну, никто из них вот такие сроки отбывать не будет. То есть, они сейчас утихнет шумгам, они начнут всевозможные апелляции, касаться и всякие процессы, а там все будет уже по-тихому, может быть, даже не в Уфе, и, соответственно, как бы, ну, шансов замять это все дело и отделаться меньшими сроками, конечно, у них есть. Я думаю, что они предпримут все силы, все усилия для того, чтобы так сделать. Давайте немножко к законодательной теме. У нас состоялось пленарное заседание Крутая. Я посылал на спикер госсобранитель Укачева. Сейчас люди не хотят участвовать в СВО и не желание воевать. Он объясняет инфантилизмом и отсутствием патриотических традиций. И сказал, что в его бы время военкоматом стояли бы очереди. И почти одновременно, чуть ли не в этот же день, Некс.Военком из Уфы и Урапаев, Константин Урапаев, получается, 6 лет условно за то, что брал взятки, торговал военными билетами. Как бы он набилетил почти всю золотую молодежь Уфы. Хоккеистов, футболистов. Хоккеистов из Челябинска, из Уфы. Да, как бы вот как у вас коррелируются слова насчет инфантилизма, отсутствия патриотической традиции, и тут еще такая торговля военниками. Константин Борисович, видимо, не охватил всю социальную палитру. То есть, он должен отправиться в военкоматы и протестировать там патриотизм. То есть, вообще, приговор от этого Урапаева – это возмутительный плевок в лицо вот этому з-сообществу, которое у нас в стране существует. Это возмутительный плевок в лицо Али Яковлевой, которая патриотически шьет халаты для снайперов, а тут военком, подполковник, человек, состоящий в штате Министерства обороны, по сути, подрывает обороноспособность страны. То есть, он здоровых, боеспособных хоккеистов отмазывает от армии. Видимо, я предполагаю, что вместо них кто-то другой идет в армию. То есть, менее подготовленный или, может быть, с хроническими заболеваниями и так далее. На кого-то же он должен был их заменить. Он же план-то выполнил по призыву, так ведь? Вот. То есть, этот человек, на мой взгляд, наносил однозначный урон боеспособности, обороноспособности страны. Он совершил воинское преступление, то есть, за которое, ну, вообще-то полагается более строгое наказание, чем гражданским лицам. То есть, человек, находящийся на службе, человек, облаченный полномочиями, властью, он должен отвечать по более строгим стандартам за подобные вещи, да, за коррупцию, за предательство интересов ведомства и страны. А ему тут, значит, лояльненько, без всякого отрыва от любимого дивана и от любимой жены, значит, выписывают наказание. То есть, ну, вот я считаю, я возмущен этим. Вот таким правосудием я возмущен, потому что это... Вот он должен был сесть надолго, по-настоящему, и показательно для тех, кто, ну, как бы там вот хочет родину предать, да? Ну, все-таки очередь стояла в инкомат, но не в ту дверь, видимо. Не в ту дверь стояла очередь. Из хоккеистов, да, челябинских и уфимских, значит, которые, значит, очередь на получение вот этих вот липовых военных билетов. То есть, мне еще вопрос в связи с этим. Вот то, что суд много-много этих военных билетов там выявил, да, сколько он их там продал, большое количество. Мне интересно, а их теперь и отправят в армию вот этих вот товарищей, у которых, ну, эти же военные билеты должны быть аннулированы? Так получается? Ну, то есть, все решения Вырыпаева должны быть отменены, то есть, ну, которые, по крайней мере, прошли через судебное разбирательство. Их призовут сейчас вот, вот уже начался призыв с 1 апреля, их сейчас призовут? Вот это интересный вопрос. Очень важный вопрос, да. То есть, если уж у нас государство такое принципиальное, и такое прямо вот, вот прямо оно вот настолько, да, как вот Константин Борисович упрекает, вы там, подонки, родину не любите, значит, в очередь не стоите отправиться на боевые действия. Ну, вот, может быть, надо принципиальность в этом вопросе, проявить, взять и весь Салават Юлаева туда отправить. Вот, кстати... Отдельным таким каким-нибудь взводом. Интересно, ну, сейчас сообщает коммерсант, судья Ленинского райисуда Лея Яковлева, оштрафовала 27-летнего нападающего в Магнитогорского хоккейного куба «Метаурук», бывшего игрока ЦСКА Семена Кошелева, ввиняемого в даче взятки на 2,2 миллиона рублей. Это же какие обороты были там? Ну, вот у Вырыпаева, да. Ну, то есть, он торговал родиной прямо опытом и в розницу за большие деньги. Ну, я так понимаю, ему скостили, как бы ему дали всего лишь штраф, по одной простой причине, что деньги не успели дойти до военкома. Ну, факт-то с преступлением... Ведь зафиксирован. То есть, вот видите, тут даже какая-то извращенная логика. Он дал взятку, но взятка просто не долетела до кармана, то есть, этого военкома. Но факт-то преступления уже свершился. У нас даже есть, например, уголовные статьи, которые, например, приготовление к преступлению. Или намерение. Да, преступные намерения, еще что-то. То есть, как бы... А вот здесь взятка уже была дана. Но, я говорю, для меня абсолютно очевидна какая-то совершенно фантастическая лояльность сюда вот к этому подполковнику военкому. То есть, так не бывает. То есть, если мы там все вот вздыхаем по этой жесткой руке, там по всякому Сталину и прочим, да, раздаются постоянно вздохи, там, Сталина на вас нет, ну, Сталин бы поставил к стенке весь военкомат, включая уборщицы и водителей. То есть, если вам угодно вот Сталина, то было бы вот так вот сейчас. А как вам этот гневный спич Толкачева? И, кстати, я замечу, что у нас буквально через день был в эфире коммунист Ростан Хафизов. Он как бы так заметил, что вообще, как бы Толкачев, он же генерал. И должен пойти им подать пример. Ну, он, конечно, уже же преклонных лет генерал. Чего ж там, давайте не будем это ерничать. И вообще, по-моему, Константин Борисов теряет хватку, то есть, в плане, ну, вот, политических реакций каких-то. Отдыхать надо человеку, мне кажется. Надо удочку, спиннинг, уже вот пора. И в Крым? Ну, в Крым, там, или куда ему положено, там, по званию. Вот, куда-нибудь. Ну, это мое субъективное мнение. Человек устал, он не может найти себе применение, периодически там что-то вот выкрикивает такое нелепое, и, ну, не очень получается. Вот издание Пруфова считает, что ему готовят место сенатора взамен ЮАО. Вы согласны с этим? Согласен ли я с тем, что ему готовят место, или согласен ли я, чтобы его поменяли на Елалова? Зададим встречный вопрос Пруфов. У Пруфовов большие проблемы с лексикой, как бы. Ну, ладно. Ну, как? Это такая традиционная затея, действительно, почетная пенсия, но времена, значит, немножко другие. То есть, Совет Федерации там сейчас достаточно активно ведет деятельность, там уже нужны люди с инициативой, с какими-то идеями, да, там, что-нибудь там приравнять там феминизм к экстремизму, например, ну, что-нибудь такое вот. Ну, я еще раз говорю, ну, Константин Борисович уже в преклонном возрасте, он уже поизносился, устал. То есть, на пенсию почетную, да, в Совет Федерации, но будет ли он там функционально пригоден, не знаю. А вот по поводу замены Елалова на кого-нибудь в Совете Федерации, на самом деле это очень тревожный сигнал для Хабирова, потому что если Елалова сместят с поста сенатора от Башкирии, то, безусловно, с его стороны появится инициатива, значит, на занятие места главы республики. То есть, это я прогнозирую, ну, почти со стопроцентной вероятностью. По крайней мере, такие поплазновения точно будут. Но вот особенно учитывая то, что Елалов, безусловно, получит благословение определенных могущественных сил в Москве, то есть, того же самого Сергея Уделеновича Кириенко, я думаю, и прочее, прочее. То есть, соответственно, тут надо не радоваться, а печалиться вообще. Я бы на месте Хабирова поискал Толкачеву другую пенсию какую-нибудь там. Какой-нибудь комитет по самоходным машинам, что-то такое что-то не очень быстрое такое не мелькало перед глазами. Ну, не знаю. Ну, вот отношение мое такое, что сейчас Толкачеву, конечно, в Совет Федерации, наверное, отправлять не надо. А как вы оцениваете потенциально вот Елалова на месте губернаторском? С опасением оцениваю. Потому что, с одной стороны, действительно, Ирик Ишмухамедович имеет богатый опыт управления муниципалитетом. Не скажу, что он был во всем успешен, но, по крайней мере, человек знает, как работают эти механизмы. Конечно же, работая на посту мэра, он понимал, как там работают некоторые механизмы, ну, вообще по республике в целом. Такой министром Бугускоха даже. Да, он был и министром ЖКХ, очень недолго, правда, но был, и прочее. То есть, у него, конечно, база хорошая в этом смысле, с точки зрения компетенции. Я почему сейчас говорю об этом без иронии? Потому что по последним временам, когда бывших милиционеров пытаются сделать министрами строительства у нас в Башкирии, вот кадр, как типа Елалова, уже кажется очень даже годным. Ну, то есть, понимаете, когда того и гляди бывших милиционеров будут назначать главврачами в больнице, тогда будет совсем катастрофа. То есть, все познается в сравнении. Если раньше мы ругали Елалова и говорили, что вот он там снег здесь не убрал, там здесь пыль не убрал, значит, там что-то там английского языка не знает и прочее, прочее, мэр и амэр. А сейчас он нам уже не кажется таким вот убогим, каким он казался там буквально пять лет назад. Так что вот. Ну, отношусь я к этой инициативе его, ну, гипотетической инициативе пока еще, ну, с опасением, потому что и с неким содроганием, потому что непонятно, как он, куда он пойдет, если он вдруг станет главой региона. Ну, и потом, то, как перепачкали всех наших сенаторов, ну, вот, пока они там были вот в этот период, ну, конечно, не может не отразиться на этих людях. То есть, сенатор Елалов, если он вернется сюда, в Башкирию, уже будет другим Елаловым. Не, ну, он же опрос связи в Москве. Ну, он, по крайней мере, да, вполне себе основательно обзавелся этими связями. И, причем, ну, судя по моим наблюдениям и по моей информации, эти связи действительно конструктивно важны. То есть, это не просто какие-то декоративные фигуры, там, не с Валентины, значит, Терешковой он там дружит, а с людьми действительно значимыми и влиятельными, и с корпорациями и структурами влиятельными. Это, возможно, поможет, например, ему, там, если он вдруг станет главой республики, то есть, эти контакты, да. Но, я говорю, я еще раз повторюсь, я с опаской думаю о том, во что превратился Ирикиш Мухаммедович там вот в Москве, насколько его испортила столица, насколько его испортила вся вот эта вот история последнего года. То есть, это большая травма для нормального человека, то, что там с ними происходило. Соответственно, ну, не знаю. Мне кажется, поднимет флаг богоустройства, так же понятен. Да-да-да. У нас, кстати, богоустройство возвращают, по саду Аксаковой пишут, что по саду Аксаковой утвердили проект с современной входной группой и амфитеатром, а объекту культурного наследия проект не соответствует историческому облику сада. Я так понимаю, что речь о входной группе. Ну, обо всем. Да. Мэри Уфы сообщила, что парк закрывается на какое-то время для реконструкции. Кстати, недавно была новость, что ФАС пыталась остановить торги, якобы, пожалуй, без Калининградской фирмы. Он не остановил эти торги. То есть, там было четыре контракта, из них три было остановлено и отменено. То есть, подрядчик был исключен. Я не знаю, с тех пор, это было где-то неделю назад, с тех пор, может быть, они успели перетарговаться, но если это не так, то это, конечно, скандал. То есть, если у них до сих пор нет подрядчика, они открывают парк, закрывают парк на реконструкции, это вообще странно. Но вот эта история с несоответствием историческому облику и памятнику архитектуры, ну, я много раз говорил, вот те ребята, которые сейчас управляют нашей республикой и столицей республики, это люди чрезвычайно далекие от понятия исторического и культурного наследия. То есть, им это совершенно безразлично. То есть, они выросли в достаточно убогой визуальной среде. Большинство из них – это люди деревенские. Ну, я без всякой, так сказать, критики в адрес людей из сельской местности, но надо отдавать себе отчет, что эстетическая среда, в которых росли там всякие Мавлиева и Хабирова, она была достаточно убогой. Они не могут даже понять, что они делают что-то не так. То есть, они не могут понять, что арка, сделанная из красной пластмассы – это дико. Им кажется, что это здорово. Вот эта входная группа вообще требует замену? Я как бы сколько-нибудь… Нет, я не знаю. Это вопрос к специалистам. Возможно, ее можно было реставрировать. Она действительно очень такая античная, старинная. Ее нужно… Она очень хорошо смотрится. Возможно, ее надо было реставрировать. Нет, а он делает просто пластмассовую, п-образную такую арочку. Она ярко-красная, пластмассовая, с железочками. И у них там вот, где они выросли и жили, это считалось очень красиво. Ну, это как вот пластмассовый тазик, который вдруг пришел на смену… Такой яркий синенький тазик пришел на смену старому ржавому тазу. Да, вот у них там купили в Сильмаге, они этот тазик и радуются. Вот примерно так же с этой арочкой. Увы. Есть родной Олеся Жукова. На горсовете ржавый фонтан уже с момента открытия. Этот город не привлекательный для нас. Про туризм я вообще молчу. Ну, Олеся в своем ключе, конечно, я ее пытаюсь учить, вернее, любить родину, она пока не научилась. Но действительно фонтан заржавел на горсовете вот этот с цифрами, с буквами вот этот фонтан. Он изначально какой-то… У него все время были какие-то технические проблемы, то есть там все время то прорывало трубу, то она из нее шла какая-то бурая ржавчина. Ну, судя по всему, технически исполнен объект неполноценно, то есть, ну, не знаю, может, сейчас его почистят. Но вообще надо приводить в порядок вот эту часть, эту зону, конечно, там это позорно выглядит, потому что прямо под окнами мэрии такая запущенная точка, это, конечно, не здорово выглядит. Ну, про туризм-то вообще говорить нечего. Уфа изначально давно была не очень привлекательна, она не была туристически притягательна для там вот даже внутреннего туризма. То есть, ну, понятно, Нижний Новгород, там Казань, Москва, древние города с большой историей, с большой архитектурной начинкой. Значит, есть что посмотреть, что показать, о чем поговорить. В Уфе практически нет вот этих точек притяжения, соответственно, ну, это было так. А сейчас становится только хуже, просто становится еще и грязнее. А я вот сейчас шел к УГАТУ, там открывается, прямо сейчас строится огромный гигантский такой варек, туристический навигационный центр. Да-да-да. Вот, то есть, как бы, а вы говорите, некуда ходить, вот смотрите. В туристические информационные центры будем ходить, да, с туристическими целями. Нет, они, конечно, ну, там тот же Авзалов, который изучает русский язык в правительстве, и вся вот эта вот комарилия, они, конечно, ну, то есть, вот, вот, когда Авзалова сделали министром туризма, я думаю, ну, как профессор Преображенский, я сразу сказал, все, пропал дом. Ну, какой туризм? Ну, посмотрите на него и тихо ужаснитесь, о каком туризме он может рассуждать? То есть, ну, правда, человек непригоден, профессионально непригоден, я не говорю, что он плохой человек, но у каждого человека есть свое применение, куда он, ну, максимально пригоден, а он здесь минимально пригоден. И, соответственно, ну, да, в его представлении туризм это ларьки, в которых будут сидеть девушки в трехцветных галстучках и выдавать бумажечку напечатанную в тридорогой, значит, на любимой типографии, и будет рассказывать, что вот там левее горсовет, правее телецентр, здесь у нас гостиный двор, а вон там чебуреки продают. То есть, вот, собственно, вся, вот в их представлении это и есть инфраструктура туристическая. Вы Сибаев упомянули, тут пользователь Сагитна-Сарединов пишет, Андрей Назаров, он городской, пусть и небольшой, ну, и Сибаев, вот видите, гордые люди есть в правительстве. Нет, ну да, есть исключения в правительстве, я не спорю, я имею в виду, вот, конкретно людей, принимающих эстетические решения. Хабиров строил Советскую площадь, когда его хором архитекторы убеждали, что, ну, нельзя все вместе построить, и античную колоннаду, и, значит, римского рода, значит, скульптуру, и какую-то, значит, там, не знаю, вот эту вот лестницу косую, все это нельзя делать в одном месте, это все прекрасно, но по отдельности. Хабиров сказал, не, я хочу все сразу, я хочу, чтобы и конь был, и гонь, и огонь, и курай, и здесь сбоку еще вот меня тоже, нарисуйте, пожалуйста, фломастером. Ну, то есть, и колоннада, и прочее, прочее. Вот, и мы говорим о людях, принимающих эстетические решения, которые мы потом получаем принудительно, понимаете, вы и я, мы теперь просто вынуждены это все лицезреть. То же самое касается Мавлиева, то есть, вот Мавлиев и Хабиров – два человека, которые, ну, во многом формируют облик Уфы и республики. Нас возвращает к теме Ау Яковлеву, пользователь «Да-да-да», говорит, Ау Яковлеву можно понять, никому не понравится, если в твоем дворе будут строить дом, а Носкову места мало, он и в Черняковке тоже точную застройку начал. А это я к чему? У меня к вам есть такой вопрос. Альберт Ахматуллин, наш общественник, лидер движения СТОБ «Башардес», ему на прошлой неделе суд отменил наказание, и как бы это даже удивительно. Ну, это неудивительно в том смысле, что ему очень поспешно и, на мой взгляд, как-то, ну, и не только на мой взгляд, на взгляд уже и Верховного суда, необоснованно дали вот это вот наказание, потому что, когда его задерживали около мэрии, да он вообще там не стоял, он, в смысле, с этими пикетчиками, ну, то есть, они сказали, о, Рахматуллин, забирайте его. Ну, то есть, так тоже нельзя делать, как бы. Здесь вот как раз для меня неудивительно, и очень, ну, я как бы удовлетворен вот этим решением, что хотя бы уж они по букве закона, ну, рассудили это дело, да. Вот, так что ничего удивительного в этом нет, на самом деле. Это и правильно. Дмитрий Медведев тут после теракта в Питере призвал россиян писать доносы на людей подозрительных, да, тем, кто имеет там какие-то связи с Украиной. И вот здесь наш пользователь Марат Ахтямов пишет, кстати, много психически больных людей начнут писать в правоохранительном уровне на ФСБ. Как вы можете прокомментировать Медведева? Ну, вот это очень опасная практика, вовлекать население в правоохранительную деятельность. То есть, по сути, к чему призывает нас Дмитрий Анатольевич? Потому, чтобы не правоохранители выявляли потенциальных преступников. Он же говорит о доносах на там людей, которые что-то такое нехорошее преступное делают, да ведь? Так вот, не правоохранители выявляли этих людей, а граждане. А вот для этого есть понятие квалификации, да, то есть следователи, там, оперативники, участковые, они обладают худо-бедно какой-то квалификацией понимать, что есть преступление, что не есть преступление, как оно происходит, как к нему готовятся, какие его признаки и прочее. А вот когда граждане начинают вовлекать, тут да, тут согласен. Тут будет, во-первых, процент наговоров будет колоссальным. Ну, то есть, как в сталинские времена писали донос на соседа по коммуналке, чтобы просто вселиться в его комнату. Вот мотив понятен, да, то есть, пишем, что он там по ночам Троцкого читает, его увозят, мы вселяемся в его квартиру, в его там жилплощадь. А сейчас какие мотивы могут быть? Вот действительно такие имущества? Мотивов у людей очень много. Это месть, это неприязнь, это ложное восприятие патриотизма, да, то есть, как бы, и прочее, да. То есть, мотив найдется. Вот как только вот этого пса спустят с цепи, я имею в виду вот этого пса злобы, алчности, мстительности и прочего, который живет во многих из нас, соответственно, это будет адский ад вообще. Если вот государство начнет поощрять доносительство. Раньше была прекрасная практика, еще даже с советских времен, и потом она продолжилась, что, например, анонимные обращения не рассматриваются. Ну, то есть, вот если писалось там какое-то обращение, вот там то-то, то-то, то-то происходит, там-то, там-то и так далее, разберитесь, ну, подписи, адреса, и, то есть, был определенный норматив, какие должны быть данные у обращения в государственные органы власти. То есть, адрес, фамилия, телефон. Необходимая информация для того, чтобы можно было убедиться, что именно этот человек обратился вот с таким обращением. Если это анонимка, она не рассматривалась. И это, как бы, сдерживало и психов, и это сдерживало и, как бы, вот этих вот людей, которые, ну, злонамеренно делают какие-то доносы и преследуя свои цели. Сейчас Дмитрий Анатольевич рискует получить хаос и прочее. Но, с другой стороны, это очень объяснимо с точки зрения той позиции, в которой оказалась российская власть, перессорить между собой людей, атомизировать общество, посеять подозрительность. Посеять злобу и какое-то, значит, то есть, не дать людям объединиться в своих интересах и предъявить какие-то претензии властям. Это задача сейчас власти. И вот при помощи подобных призывов к доносительству эта задача в том числе и решается. То есть, расколоть общество, сделать так, чтобы каждый был за себя и подозревал любого соседа в каких-то вещах. Это на руку власти. Ты мне как-то напомнила, в одном из оккупированных городов во время Великой Отечественной войны на дверях немецкой комбинатуры было написано, донос русских на русских не принимается. Да. Ну вот, к сожалению, это свойство общества. К сожалению, это свойство и нашего общества, и не только нашего общества. Как говорил Довлатов, я, говорит, понимаю все про Сталина, но кто же написал 40 миллионов доносов? Тут издание «Профы» сообщает, что жители Свердбашского района написали в редакцию и сообщили, что по указанию из Уфы был уволен местный чиновник Айрат Кутушин. Это глава поселения Старкошеевского сельского поселения. Чем он известен? 23 февраля этот чиновник, значит, сообщил или записал видеоролик, значит, его полномочили поздравить местных родственников, участников СВО, а спустили только поздравительные открытки от Хабирова. И он излил душу на видео, как бы какие-то нелицеприятные вещи сказал, и, как видите, поплатился сегодня за это. Я, да, эту историю помню, хорошо знаю. Он сказал, что ему стыдно идти с одной открыткой. И он за свой счет собрал какие-то там подарки небольшие для вот этих вот семей, чтобы пойти их там поздравить зачем-то с 23 февраля и, значит, вручить вот это все. И он это, да, он посетовал, что, дескать, указания дают, а, ну, знаете, сельский совет и вообще представитель сельсовета и там и прочее, это же вовсе не мэрия Уфы, это, ну, нищая совершенно структура, у которых там копейки нет на карандаш и на бумагу, а когда их еще обязует там, значит, что-то кого-то там облагодетельствовать за свой счет, наверное, вот это сорвалось. И он как бы вот так вот прямо в адрес именно лично Хабирова так высказался, что, типа, вот, дескать. Ну, это мелкая месть, я считаю, что вот Хабиров этим очень себя дискредитирует, на самом деле, если вот этого несчастного председателя сельсовета убрали по его указке или там, или это сделали ему приятно его подчиненные Хабирова, то это, конечно, очень подлая история вообще. А вы допускаете, что это лично сам Хабиров? Вполне допускаю. То есть, судя по его психологической конструкции, он мнительный, мстительный, злопамятный человек. Вполне допускаю. А когда они из Уфы рассывали просто вот эти поздравительные открытки, они не думали, что будет такая реакция? Нет, конечно, они не думали. Они же считают, что все нижестоящие, значит, их подчиненные, они влюблены в них, понимаете? То есть, вот это вот самое большое разочарование Хабирова, которое он сейчас, которое его очень сильно его раздражает, и он прям бесится бедный, он вдруг понял, что его не любят. Он же считал, что он придет в Башкирию, он такой красивый, и все будут просто носить его на руках и именно любить просто так. Потому что он сразу родился прикольным. А оно не получилось, не сработало. И вот это его главное разочарование. И в отношении своих подчиненных они тоже всегда уверены, что их, конечно, там любят, обязательно все сделают для них там. Это вот иллюзия, которая, ну, разрушение этой иллюзии будет для них очень болезненно. Между тем, ГИБД Республики прикандал вам мэрию Уфы устранить выбойные на проспекте Октября. Ну, мы имеем в виду, конечно же, имеется в виду в первую очередь эту гигантскую колею по всему проспекту. И поскольку я житель Норса, я начал замечать, что появились билборды на Сельско-Богородской и на улице Жукова. Вы не представляете, каким задержанием. Там рекомендуется, как ехать по колее. А, чтобы из нее не вылететь, да. Да, чтобы из нее не вылететь, надо занять положение между колеей, чтобы создать анти-колею. Конечно, конечно. Это такой ноу-хау у нас получается. Ну, да. Ну, как? Вообще вот я общался с Динаром Гельмудиновым, в бытности его начальником ГИБДД, и он говорил мне как-то так в приватных разговорах, что на самом деле 50% дорог в Уфе и в Башкирии можно закрыть по предписанию ГИБДД. То есть, они не соответствуют по разным критериям. Колейность, состояние обочины, знаки, ограждения. Но он говорит, это же коллапс, если выписать предписание местным властям. То есть, ГИБДД, в принципе, может выписать предписание, что мы считаем этот участок дороги по таким-то причинам непригодным для функционирования, и вы обязаны их закрыть из соображений, например, безопасности. То есть, ну, естественно, ГИБДД никогда такое предписание не выпишет на 50% участка дорог, то есть, это же коллапс будет. Но это о многом говорит, что вот состояние дорог и в Уфе, и в республике, конечно, ужасающее. Так у нас же в правительстве отчитались о том, что там столько-то миллионов выделяется, дорожный фонд лопается от денег, просто миллионы, миллиарды выделяются на ремонт дорог, и просто украшу должны быть. Ну, ведь и коттеджи сами себя не построят, так ведь. А. Надо понимать. А. 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 А.